Попить это по-настоящему, воды нет. Она или горькая, или солененькая. Да не надо нам из Украины вода, не надо, пускай они подавятся ей. Это ближайший к Херсонской области Крымский город Армянск. Местные жалуются, воды не хватает, их огороды повыгорали. Катастрофа. Катастрофа. Все засыхает и все мучаются. Несет на себя эту воду, чтобы полить хоть какое-то растение, хоть какое-то дерево или кустарник. Это проблема номер один. Для Армянска это проблема номер один. Раньше жители Армянска получали воду из Северокрымского канала – искусственного сооружения, по которому поступала вода из Днепра. Вот так канал выглядит последние четыре года. Украина перекрыла его сразу после аннексии. Дать воду Армянску из другого источника планирует российский глава Крыма. Обещает, это спасет и жителей, и местный химический завод. С тайганского водохранилища будем перебрасывать воду в город Армянск. Планы есть в Министерстве экономического развития утвержден. До конца года мы все эти меры должны реализовать. Помогут в данном случае эти меры и заводу детал непосредственно и городу Армянск. Вот то самое тайганское водохранилище, которое должно напоить 20 тысяч жителей Армянска. По дну гуляют собаки, вместо воды сорняки. Мы были здесь полтора года назад. Как и тогда, катамараны ржавеют на суше. Катамаран стоит, видишь? Вот, вот, вот. Это было все воде. От мостика, с которого некогда рыбачили, до воды с полкилометра. Когда-то это водохранилище поило две тысячи животных, обитающих в парке Львов-Тайган. Воды в Тайганском водохранилище мало, потому что ее откачали на восток полуострова. Теперь города Феодосия и Керчь снабжаются из другого, белогорского водохранилища. Оба до 2014 года почти не использовали. Вот это был максимальный уровень. А сейчас, ну, ребята, ну это еще не это самое. Вот, с каждым днем на метр вода уходит. Егерь Михаил рассказывает нам, как вода из этого искусственного озера исчезает на его глазах. Вот, пожалуйста. А что будет завтра? Вот там вода будет. Тут же было по телевизору, что в июле месяце Белогорск останется без воды. Александра Максимовна надеется на дождь. У нее погибает даже устойчивый к засухе урожай. Посадили картошечку, она пропадает. Огород в нескольких сотнях метров от двух водохранилищ. Но брать оттуда воду запрещено. Ну, не поливаем совсем. Воды же нету. Попить это по-настоящему. Воды нету. Чтобы вода вот так текла из крана, ее нужно набрать в бочку и с подвала насосом качать в квартиру. Летом воду в Криничном подают по графику. Через день, на несколько часов, да еще и с грязной реки. На втором этаже там капает. А через полмесяца вообще не будет воды. Основная бочка, потому что мы без воды. Ни в туалет, ни попить, ни помыться, ничего. Вот так вода, недоставшаяся жителям Криничного, течет в Феодосию. Пресная, сладкая вода. У канала отдыхают, купаются и ловят рыбу. Предназначено только для питья. Большие очень штрафы. Кто пользуется сельскому хозяйству, нельзя использовать. Только Феодосия и Керчь. Во многих селах вдоль Северокрымского канала нет воды. Ну, дома у нас нет воды. С кивой мы здесь берем. Я работаю у бабушки. Сирозом в день. Во многих окрестных селах Кировского района водопровода нет. А у людей, которые есть в своих скважинах вода, она вообще не приходит для питья. Она или горькая, или солененькая. Эту артезианскую скважину пробурили при Украине, чтобы проложить в селе водопровод. До проведения труб в каждый дом руки у власти так и не дошли. Но государство еще пока ее не проводит, так как в государстве нет средств. Надеемся, что Россия это все сделает. Будем ждать. Также ждут воду из тайганского водохранилища жители Армянска. Даром, что ее мало в самом озере. С этим не согласен егерь Михаил, который сам жалуется. Водохранилище обмелели. Да не надо нам из Украины вода. Не надо. Пускай они подавятся ей. Как только засуха доберется до Белогорска, без питьевой воды останется весь Восточный Крым. Но есть выход из тупика, считает гендиректор Крымского водоканала. Владимир Баженов советует крымчанам всех конфессий идти в храмы и молиться о дожде. Александр Шевченко для Крымреалии.